Продолжаем выпуск. Коронавирус, испортивший новосибирцам стране и миру практически весь 2020 год, похоже, начинает отступать. Некоторые специалисты продолжают намекать на вторую волну, но пока ситуация выглядит ободряюще. В Новосибирской области постепенно снимают ограничения на то, что было запрещено. В частности, возобновляют работу городские театры. В каких условиях будут проходить спектакли и насколько реально их соблюдать, выяснял наш корреспондент. Театр, как известно, начинается с вешалки. Точнее, с гардероба. И для новосибирских театров после долгого простоя эта фраза особенно актуальна. Пандемию никто официально еще не отменял, но работать разрешили. Поэтому в фойе посетители встречают люди в специальных масках, в том числе и гардеробщики. Одежду стараются развешивать подальше друг от друга, чтобы не соприкасалось. Пока действовал запрет, в «Глобусе», например, заменили пол на втором этаже, подремонтировали гримерки и внутренние помещения. Но теперь, после открытия, аншлагов все равно не будет. Сегодня, в соответствии со всеми рекомендациями, ограничений по заполняемости залов не существует. Но для того, чтобы повышенные условия безопасности соблюсти, коллектив театра принял для себя 50-процентное заполнение зала. Чтобы зрителям было комфортно, вместе разрешат сидеть семьям. Остальных отделят пустыми креслами. Из других мер безопасности – жидкости для обработки рук по всему театру, обеззараживание воздуха – рециркуляторами, санитарная обработка в перерывах между спектаклями. И что самое непростое – масочный режим для всех. А ведь выдержать два с лишним, а то и три часа в маске – мало кто способен. Мы тоже понимаем, что у нас люди с разным здоровьем. Есть действительно категория лиц, которые больны, которым не очень комфортно находиться в маске. Но тогда стоит подумать, может быть, отложить посещение спектакля до более благоприятного периода. Как будет соблюдаться масочный режим, можно себе представить на примере общественного транспорта или магазинов, где люди открывают носы или вовсе приспускают средства защиты на подбородок. Так что в безопасности тут можно усомниться. А вот актеры соскучились по сцене и рвутся в бой. Даже те, кто 65+, сегодня директорам приходится все-таки уступать, потому что без них нам нужно снять тогда какие-то спектакли. А зачем это делать? Зритель ждет, билеты куплены у многих. Хочу сказать, мы восстановим все до единого концерта и все до единого спектакля. В региональном Минкультуре напоминают, тем, кто не попал на спектакли из-за пандемии, но сохранил билеты, нужно зайти на сайт театра или прийти в театр, чтобы получить новый билет на то же самое представление, которое весной было отменено. Главное, чтобы меры безопасности действительно соблюдались и театрами, и публикой. Иначе есть высокий риск новой вспышки, чего очень не хочется. И в завершении выпуска мы благодарны всем, кто сделал донаты для НТН-24. Без вашей помощи нам единственной в Новосибирске независимой телекомпании не выжить. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку. Ссылка для донатов в описании. Такова информационная картина сегодняшнего дня. Еще больше новостей на нашем YouTube-канале НТН-24. А если у вас есть история и вы хотите ей поделиться, звоните в редакцию по номеру 373-3444. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!